Если бы вам удалось надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, вы бы неделю не смогли сидеть. 26 декабря, 2 часов 00 минут по Тарандовскому времени и в эфире 379 подкаст от канадского Лося и компании. Способы овладевания. Хром закрылся инкоректрии в прошлый раз. Серьезно. Это же его США отдаунил вместе с системой. И он, походу, не успел записаться. Итак, 379 подкаст от канадского Лося и компании. В эфире Тойз и Ваня. Ваня и Тойз? Не важно. Лося в этом выпуске не будет, потому что он уехал на каникулы. Отдыхай с любимой женщиной. Не уверен, с любимой, но с женщиной. Начинается конспирация. Нашу ложку дегтя. И вообще мы, в общем-то, как называется, под юбку не заглядывали, поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что это женщина. Теоретически. Ну да, в принципе, да. Может вообще какой-нибудь Android. Женя все время в компьютерах пытался что-нибудь... Не-не-не, он приверженец айфона, так что. iOS и так далее. Если по iOS, она бы была такая гламурная, зализанная, знаешь, такая. А это вот на Android. Может она внутри гламурная, в общем-то, не знаю. В общем, это личное дело. Короче, Жени сегодня нету. Да, Жени сегодня нету. В эфире, значит, я и Виктор, так что... Прошу любить и жаловать. А мы тут некоторое время замучились настраивать всю аппаратуру. Я не уверен, почему это так долго заняло, потому что мы, наверное, очень долго не писали. Ну и вообще, мы на день задержались с записью, и мы вообще совершенно не готовы, потому что... Почему мы не готовы еще раз? Руки не дошли набрать шоу нотисов. А, да, абсолютно. Мы на самом деле, мы очень были заняты вот в эту неделю. Мы настолько были заняты. Вот мы каждый день абсолютно работали и были заняты. И поэтому, ну, никак не получилось собрать шоу нотисов. Вот. Так что, добро пожаловать! В эфире канадский лось. В смысле, без канадского лося и компании. Подкаст. А почему без канадского лося? Женя всегда говорит, что канадский лось это просто бренд данного подкаста. Нет, он лось. Нет. Не он лось. Это... Не он лось. Он лось, но... Он лось. Он лось. Он лось. Окей. Он олень, он, короче. Не он лось. Но, тем не менее, это подкаст от канадского лося и компании, и все. Ну, компании-то есть. Да. И подкаст от канадского лося есть. Женя теперь не нужен, но вообще его можно из производственного цикла убрать. Пар Tar 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 пропил опять нет я же вообще пить бросил а серьезно а я курить не если так ты курить на самом деле бросил да я и пить в принципе бросил ну чё один раз один раз не алкоголик понятно нет я начал очень серьезно пить повезло завидую еще сказать там не честно работу топать вот скажите мари ванна у вас муж есть и любовник есть и вы еще проституции подзарабатывать как вы так кого докатились ну как докатилась повезло так что и тебе повезло да и уж пью уж о блин если б я еще на работе это спиртусом баловался был вообще замечательно этим ромом не 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 так там есть да есть для пирожных четырнадцати процентный адвокат то бишь из там какой-то алкоголь алкогольный напиток базированный на вкусом алкоголя не она по моему яичном желтке или еще что-то в этом духе какой-то такое говно что вы что просто жуть но там знаешь всего лишь четырнадцать процентов или еще что-то но там есть другие бутылки литровая бутылка девяносто семь процентов алкоголя спиритус да спиритус абсолютный спиритус я тебе могу подсказать шикарный коктейль из этого воды называется слеза 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 комсомолки наливаешь 100 грамм спирта и три капельки воды дистиллированной капаешь в этот самый будет 100 грамм козел а еще и а еще мой самый любимый напиток этот самый микс это называется этот идиот берешь 30-летней выдержки коньяк и разбавляешь кока-колой скажи зачетно но есть же бутылки там типа по штуке баксов знаешь эти да я знаю я все профессор же я все профессор же приглядываю там типа знаю разбавляешь к его коколой думал пить бутылку где-нибудь знаешь там ну скажем так за 80 баксов там нормальную бутылку типа ну знаешь как бы не хочется чтобы она ее просрала или еще что-то в этом духе но хочется чтобы было знаешь вот именно знаешь чтобы человек понял что ты не дешевкой от нее отделался как бы действительно благодарен смысле хорошую бутылку но при этом чтобы она не было а говном и б чтобы она как бы ну поняла что это не не просто бутылка за пару сотен я думаю как раз достойно так я зашел был себе там на самом деле ну ну ладно 60 баксов баксов самая самая дорога войске ну просто ну там скотч и все такое блин посмотрел ирландская скотч войске все такое но но дорогого на самом деле нет но просто нет у них такая граница у них либо дешевая пойла либо потом хренаки уже позволить и нельзя нет почему ну не у них есть эти самые 50 баксов за литр на литр по-моему у них этот через рыгал который он не 50 баксов за это да он он минимум 12 летняя помощь и даже бывает туда больше а потом у них есть этот не и средь лейбл которые трехлетней выдержки потом есть blue лейбл который пода лет 10 моему выдержки и есть еще там не помню какая лейба очень это самое то просто лсбио набери меня я просто ты говори горе вот и в принципе ну хотя возможно в нашем и лсбио здесь в деревенском и не будет в торонто в донтауне там были был выбор конечно шикарный у них некоторые алкоголь и напитки там по-моему были чуть ли не по три сотни баксов за бутылочку ты помнишь как мам мы спрашивали что когда будет это пиво вот если вы еще не поняли у нас тут предновогодние настроениями уже да но у нас тут разбавляемся вчера вчера в канаде был один из самых таких праздников сногсшибательных это рождество крисмас как тут его называют и самый прикол что вчера и сегодня как правило все основные магазины закрыты просто от начисто это настолько праздник в канаде что просто наглухо и единственно работают всякие китайцы которые класть хотели на наши праздники тоже к 11 часам не по не поеду на работу и почему потому что автобусная скейджуал это сандэй скейджуал знаешь что такое санды скейджуал это последний автобус ушел час назад блин ты решена работа не погода на автобусе либо пешком либо таксу ну таксу поедет баксов 20 будет баксов 20 заработки 80 ну считай что на два часа опоздаешь что идешь пешком что ты поешь на таксу ты потеряешь те же самые 20 баксов принципе ах ладно ненавижу эти праздники вот поэтому я ненавижу эти ёбаные праздники праздники в принципе неплохо но вот именно крисмас чем чем она неплохо нет то есть праздники знаешь там типа расскажи мне хоть один бонус праздник с точки зрения коммерции хорошие прибыли и прочее потом как правило это официальный выходной и если тебе удается в него поработать ты получаешь тройную оплату нормальных компаниях скажем так и потом это отличный повод собраться с друзьями и товарищами и подругами так что праздники всем хороши да никогда не замечал я я обычно либо просто социопат вот твоя проблема а то да да точнее я абсолютно социопат ты как это бэд санта тебе дай волю ты будешь залазь на крыше и в дымоходы гадить людям я и я я бы людям блин ой я бы им дымоход были наложил бы отклал кирпичей кирпичей я и я бы какой-нибудь стингбом блин закинул туда чтобы они встраивались вот утром встали новый год аааа факт да и прямо перед людьми спуститься по дымоходу наложить ему в эти самые в нососочки которые висят да в носки на стороне аааа сам ты подарок хренать туда рукой ой блин о вот а после этого ты говоришь что ты не социопат я встала 8 не 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 почему я я люблю я люблю людей я люблю когда их нет блин ну я бы вышел на балкон и разрядил бы пистолет вот но не я я не против людей я я против тупых людей но поскольку это большинство приходится ненавидеть практически всех я ненавижу я я люди вообще в общем я люблю я люблю людей как как снайпер смысле через оптический прицел классный клик нормально остался таким навечно но в смысле в памяти напоминает этот разбор судебный разбор водителя камаза и водителя запорожца после столкновения водитель запорожца но вы о чем думали но я думал вот такой просвет я еще успею проскочить а вы о чем думали но я думаю хрена ты у меня успеешь проскочить хрен у меня проскочить любовь к людям хорошо когда вас нет знаешь меня тут возили люди и ужас я хотел сказать но потом я вспоминал что я не за рулем так что как бы вася тормози ты прокололся ты за рулем ты тормози знаешь но блин я понял что но я не за рулем и как им как бы говорить нам не стоит но по меньшей мере это про ты будет напрягать твою мать люди вводят как абсолютно идиоты некоторые некоторые есть люди как это наташа и при этом она объясняла да расскажу про наташу нам интересно а новое имя в нашем подкасте а а она объясняется каждый раз ты понимаешь я еду так потихоньку потому что у меня шины лысые поэтому я я еду потихоньку так что не волнуйся пришлось упомянуть вот и и это извиняется то что она едет так медленно в снежную погоду когда там как бы куда черный лед и все такое черный лед это на русский приводится гололей как гололед или гололедица это не помню ну там здесь это называется black ice когда внезапно после влажной погоды и падающего полу дождя полуснега на асфальте намерзает корка и просто мгновение ока только что ты ехал нормальный асфальт щелк и у тебя как это он как бы мокрый лед мокрый лед он сверху немножко подтаял выглядит как будто там просто асфальт на на самом деле там тонкая корка льда достаточно чтобы ваша машина пролетела нахуй и улетел но и при этом она едет и она всю дорогу извинять извиняется что у извини что я так медленно еду внутрь принимать его произвести впечатление нет не абсолютно старой знакомстве такой она типа ой блин еду потихоньку еду на меня уши ну лысый там ну ты понимаешь так что ты сам не волнуйся я я потихоньку просто проеду я здесь протихоньку потихоньку проеду и его тормозить здесь потихоньку и она блин изменялась всю дорогу но с другой стороны она ехала как нормальный человек вот единственная женщина в смысле даже вообще человек за последние я не знаю сколько который я вот тех просто по погоде она едет и ну здесь так не принято ну скажем так у него улице там где она живет там улице вообще не убираюсь там снега просто просто до хрена и там если разогнаться ну до 60 кмч то там просто вылетишь нафиг дороге на повороте ты вылетишь с дороги ты в бордюр вляпаешься без проблем вообще без проблем при повороте она едет свои 30 30 кмч она поворачивает ташки причем поворачивает так прямо это просто жуть прямо прямо и всю дорогу извиняется извинишь и потихоньку я потихоньку еду я потихоньку еду извини 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 вот это ненормально ну как у тебя прокладывали расскажет всем очень интересно где ты пропадал с 9 до 11 до сегодня с 11 до 9 надеюсь до 7 на самом деле жалко мы так и не выслушали начальника транспортного отдела жалко мы так и не выслушали начальника транспортного цеха смысле ну этого картова была сценка когда бухой директор вызывает начальника транспортного отдела тут каждый раз рассказывает как дела в отделе он такой а теперь выслушали начальника транспортного отдела то стоит такой опять рассказывает и в конце этот директор завершает но все хорошо мы тут встретились объяснили жалко мы так вот и не выслушали начальника транспортного цеха так вот у тебя получилось у меня скажем так неделя вышла примерно так 6 дней я работал из них два дня нет нет бит этот смотрю целыми днями спал жизни он работал я днем встаю ты лежишь спишь от 6 дней работал ну да это такая дом был я те часы которые дома был я спал до 6 ночей 6 ночей ты работал ну 6 ночей работал из них две вышла одна вышла 15 часов другая 18 смысле вот эту смена была зачетная до четверг был 18 часов суббота субботы тупого до субботу на воскресенье это было 15 часов я сначала думал что в четверг и умру я был готов я купил 4 редбуля смысле я туда пришел посмотрел на значится заказ и потом мнение я еще работу начинать не буду потому что туда припел приперся где-то в 6.30 думаю мне надо начинать где-то все 6.30 за прикажется на кода мнения не пойду я значит в этот метро и куплю себе немного редбуля всякий случай хрен его знает он всегда пригодится да всегда пригодится особенно при такой работе возвращаясь но короче все четыре редбуля до утра выпил в смысле до полудня выпил следующего при этом менеджер мальчик и водила оба мне помогали догружать дорезать и так далее этот долбаный хлеб тоже некоторые менеджеры мальчик они порешили что нет я я спорю я спокойно справлюсь но там наш на там две с половиной ты работа на восьмерых нас провинциях до две с половиной тысячи хлебов без проблем без проблем пореже да пореже служит все такое ну блин нормально мелочи конечно но это всего лишь три раза больше чем обычно без проблем справиться зачем еще там друга звать а я потом касается сказала что-то типа я думал твоего друга позвать ты вроде что-то говорю про своего друга там вроде тоже работа но потом как-то я подумал но я не знаю ну короче это одну но я думал ты ты понимаешь и думал я такой стою думаю да понимаю жалко было заплатить он думал он думал он думал он думал он ничего за это время не сказал ничего он был занят думанием только не обзоворить в как как же как же сказать если ты занят думаем правильно я вот думаю и как этим люди занимаются как люди этим занимаются можно понять как они занимаются думанием или как как они занимаются этим не реально а это как бы внутри небольшая шутка я тут у меня тут два и два дня выходных выдалась самом деле меня подожди понедельник я пришел с утра я проспал до вечера потом во вторник вторник среда сегодня четверг хорошо скажем так два с половиной дня у меня выдалась выходных который я в основном пропил на этой неделе не буду скрывать я их пропил видите меня сколько хотите я пропил их нафиг а я еще в этом в это же время я играл в лигу лига флэджинс ух вы дрался добывался да ну я я как бы я не знаю я где-то фактически как бы пять месяцев не играл в лигу но тут у меня скажем так а буквально месяц назад появился быстрый интернет я как бы его пытался использовать в прошлом месяце его использовал где-то буквально из 300 ну 275 гигабайт который мне позволен я использовал где-то 15 в этом месяце я постарался почти что 50 использовал но неважно у меня быстрый интернет наконец-то наконец-то я могу играть в лигу но как бы до недавнего времени так если что серьезный не мог играть не до этого был вот но вышли выходные я решил серьезно поиграть в лигу тубеж как бы я два дня два дня нам стук типа завода я играл в лигу я сначала и играл этим ясу прикольно самураи там бегать там ты 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 весело а потом я купил себе джинкс полин она веселая да нет про просто на надо дать должное вот такого персонажа сделать это просто это такая конфетка они я так понял наняли хорошего автора из разработчиков этих комиксов или кого-то потому что у них все герои они такие комиксовые супергерои у них вот какой-то такой характер проработан какие такие обилки выдуманы интересная внешность прикольная это давно был ну вот ты лишь у них и походу в команде чел один человек который вполне занимается может даже не один может группа авторов я не но я не уверен но ну да но но там очень 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 много всего весел она настолько веселая нам она больная на голову абсолютно больно на голову а как чемпион она так себе ну просто я я просто я играл ее честь чаровашка чисто из-за того что дали сына на чаровашка абсолютно она просто настолько веселая она она хи 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 как маленькая девочка она блин это самое а типа а я даже один раз не подумал чтобы это все разрушить нафиг ха 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 и и и вот просто актерская игра вот этот голос актерский пах ох ох он меня просто добивает это вот но настолько больная на голову просто психопатка убийства убийца поле мне такую подружку вот психопатка убийцу почему я к вам чтобы меня не убил други это пофиг на так принципе не знаю что по ночам будет выходить кого-то убивать как а так знаешь чтобы она свою как бы фрустрейшенька здесь говорят нам не отыграл это без проблем я тут с лизой разговаривал я если я сижу у меня у меня меня настолько напряженное состояние было в тот момент и она я на мне просто как бы это email послала в тот момент я я прочитал и умел и думал блин как же тебе блин ответить сейчас сейчас эти блин отвечу чтобы чтобы ты отвязался блин вот эти деньги сейчас отвечу все же такое на еще короче если знаешь какой там азиатскую гос лоли девочку ты сама ты у нее спросили она хочет там фрисов все такое что я просто как бы немножко добил эффекта добился куда замолчала на время не у нее ли пошла искать она мне писала некоторое время те типа писала типа вот и факт для ладе типа шушу чтобы происходит еще там наш такие вопросы я я еще и написал типа знаешь хочешь найти какую-нибудь такую маленькую азиатскую девочку и сломать ее нахуй не поняла я и послал имидж ломай меня полностью не это и японская версия ломай меня полностью но только там где-то нахуй да маленькая девочка которую типа в кавычках ломают в любимый японском стиле ломают она долго пыталась понять этот имидж после чего мне пришлось и послать остатки не я и послал остатки манги этой типа что это за девочки что с ней делают вот после чего она меня спросила и или есть стоит подобрать что-то из так шопа для тех кто не хочет ставишь об это да в прямом переводе это линий магазин но стаг это как бы то что по-русски называется кобель кобель да или холостяк кобель или холостяк ну именно такой чувак который который типа магазин для кобелей которые там но там продают всякие игрушки сексуальные самец самец до ловец кобель хочу быть такой вот да там сексуальные игрушки продаются там ну ну и чуть тебе из как из кабель как с кабеля чего музыка зина а не я я ответил сапрайзме так что я я не уверен или отчет купила или она ничего не купила или я не знаю но она приезжает где-то в понедельник и вторник так что посмотрим я думаю к следующей среде репорт будет или возможно ты услышишь или онлайн как мы выяснили у тебя микрофон есть ужас откуда где не реально расскажи веселую историю как мы что готовились к подкасту через этого вышла в этот час готовились к подкасту фли елки зеленые включая микрофон уровень там набирают ну ладно переключаемся это переключаем то переключают уровень то твою мать опять уровень какой-то были джужит еще чего-то будет что за фигня физически отключили микрофон типа юсб микрофон отключили от компьютера потому что у меня в компьютере не видеокамеры нет сам не микрофон не должно быть отключили опять уровни все все еще идут выключили микрофон а запись продолжается до запись все продолжается с микрофона какого-то микрофона вот афа беспроводные технологии вай-фай у меня серьезно создается впечатление что блин экран не собирают вибрацию с экрана и это с клавиатуры я с клавиатур не имеет смысла но и я если бы они собирали вибрацию с экрана то блин твою мать мне спать уже охота не я но я 7 проснулся блин не знаю как на работу пойду особенно после всего этого алкоголя но если пойдем что-то как раз поветришься заботится придешь на оказывается в моем компьютере я еще не уверен где потому что я дырки не нашел но в моем компьютере где-то встроен микрофон я подзрываю что это вот эти вот две дырочки здесь кстати может быть как стереоэффект да два микрофона по сторонам потому что это единственное но до до этого момента и почему кстати неплохо пишет что самое интересное когда мы проигрывали с него запись достаточно качественно для встроенного микрофона хэзэ короче хэзэ знаешь по крайней мере буду знать на будущее но вот до этого момента и уже это все проискинтей они тебе поставили микрофон пока ты на работу ходил даже чё там поставили инсталлировали удаленно загрузка и и и поцелили к windows короче на прошлом деле очень много работал очень много работал очень много работал в один одно утро приехал водила который должен был забирать типа заказ и я я стою там такой как бы ну собираю спина к нему стою я слышу что он пришел думаю блин опять водила блин опять скажу щас нужен заказа его еще полчаса не закончу поле число на 5 на нервы будут действовать и слышу он говорит эти помощь привезли такой да о благодать только этого не хватало мне нет ни не благодать блин все таки кто-то кто-то мне поможет поможет все таки как бы это доделать потому что ну знаешь ну серьезно они чересчур много работы для одного человека просто просто чересчур много работы ним как обычно знаешь истинный european аля поляки русские украинцы и тому подобные чудо работать не любят но при случае могут впакивать но не они просто они все делают аля а мы сейчас а мы сейчас ему дать дадим невозможную задачу посмотрим насколько он ее сделать аля в этом наш когда вообще говно случится вообще абсолютно и вот как бы они не совсем невозможную задачу мне да они мне просто задачи дали типа ну фактически на двоих ну фактически на двоих но я естественно не делала все дело два раза дольше ну фактически водила приходит такой а эти помощь приют я такой стоит уже довольны уже такой до помощи о классно тебя одного чувака из магазина зам привезли который там хлеб там над сам укладочью разворачиваешь там стоит девочка но на вид лет 18 милашка такая классно варвара пулька бабочка да пулька такая у меня это чудо прошло буквально за 15 секунд после того как я вспомнил сколько мне еще надо складывать и так далее и грузить потом я смотрел на эту девочку и подумал это девочка помощью но блин подожди помощь девочка вот это вот нежная и юная хватай ящик виси пошел в индуке я не некоторое время думал как бы ее занять чтобы ну как бы она блин не просто стояла но чтобы не просто стояла и вообще ну ладно и сказал типа ну ты протирай ящики чтобы не сильно грязно тряпочек протирать я я я я не особо их вообще если так протираю обычно вот ну что же вы наклонялся придирала пошел вон духе она когда от меня наклонялась по очень нормально но проблема в том что эта девочка была дочкой ходила и он стал там неподалеку я создался один вопрос почему эти пидара в смысле люди нетрадиционной польской ориентации да почему эти люди этот тип людей всегда вот блин приглашая там как бы тащит своих дочек дочек когда мне надо блин работать они притаскивают своих дочек у тебя кровь сразу отлила да у меня началось головокружение у меня отлив крови от мозгов в каком другое место наверно в почке а вот и анекдот про карлика знаю как-то карлик пришел к врачу к этому урологу кому-то снимает трусы а там вот реально чуть ли не до пола врач такой них я себе какой же он когда он встает такой знаете доктора я не знаю когда он встает я всегда сознание теряю я не особо соображаю и не особо соображаю ну поле твою маму знаешь сколько раз это со мной уже случалось это вот приезжают кому-нибудь в гости там ну типа там отремонтируй мне вот это сделано вот еще еще приходишь туда а там какая-то оля 15-летняя или еще что-то в том духе вот стоит вот в одних шортиках и топике вот но знаешь уже при родителях ну но меньше уже одеть некуда вот примерно и это она стояла там своих блин штанишках и нигде не знаю кто в зиму в таких штанишках одевается проверяли твою моральную устойчивость я у него морально устойчивость нормально потому что у меня как бы у меня больше не не тоже в морально устойчивость у меня то что дожди а она может быть нелегально б ее батя стоит вот тут вот и c подожди на работе и у меня чересчур много логики в башке заложено чтобы как бы рискнуть что-то не традиционная вот но блин твою маму сколько вот этого случалось и вот как бы стоишь и думаешь ну 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 зачем его стоит его дочка это приятно увидеться дайте телефон спросить телефон спросил телефон уже пробежал папа с лопаткой хренок отдай телефон не он прям там стоял и но ты грузи грузи ты грузи да 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 ты грузи дочу за разговором спрашиваешь телефон прямо перед ее бати ну а то бати не понимаешь что девочка рано или поздно с кем-то встретиться и возможно наоборот привел для того думать сейчас ваня в принципе такой перспективный молодой человек закадрит и отдам замуж и все типа без проблем вообще того а варя ходит буханки грузит вообще-то в эту ночь если так я собирался смотать перед тем как он появится и он походу это знал тебя бабами завлекали но у нас анонистов по парних парни фручистых ты не заманив сиськи мясисты или что там как бы знаешь обычно в эти дни я я смотрю до того как он появится чтобы не помогать ему загружать трак потому что именно трак или минивэн не трак сколько тридцатник сороковка сколько он фитов там 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 нормальные если он не всегда как бы там на другую загружать или ты прям коробки заносишь потому что у нас когда траки приходили у нас уже килограмм за раз у нас к тому времени были эти самые готовые скиды на них наставлены коробки обмотанные тем самым просто этим пантраком загнал бросил загнал бросил не ты по земле да чеш скажем так но у килограммы эдак 150 по земле тащишь сначала вот этим хуком то бишь железной палкой ты хватаешь 150 кг сидящим на пластике но так как пластик на на бетоне не довольно таки хорошо проскальзывает потому что там легко тащить пластику по бетону чем как бы железо по бетону или еще что-то вот но ты вот пластиковые коробки тащишь по бетону где-то но метров скажем так 10 протаскиваешь потом ты понимаешь порядка 30 килограмм раз это ну я не знаю 50 30 килограмм немного когда тебе его надо поднять 50 раз здесь 50 раз потом еще 50 раз да я знаю я игрущиком работу да немного но в итоге спина блять бабе и вам пером и мувером если ты можешь урезать минус 50 раз подъем вот этих 50 килограмм окей знаешь я я лучше побыстрее уложу этот долгу на хлеб сложу во все эти коробки во все эти пластики и так далее главное что он приедет через полчаса а меня уже здесь не будет бля не удалось не удалось маневр не удалось на самом деле я посмотрю этот не надо быть найти эту варварочку она были как милашка она выглядела заинтересована я зашу я я я просто себя некомфортно чувствую когда ее батя там стоит над душой а он всегда над душой стоит смысле когда он приезжает он всегда да так он если он такой тонкий потом советы будет давать вот тут ее ногу так закинь а что ж ты делаешь не так не так юстин в гарпи шоу и откуда-то он знает как с нее именно обращаться кто этих польских родителей поймут да уж не говорим курва матка пердоль и апертур но не просто неделя выдалась но просто я посчитал я просчитал за все недели я за неделю где-то семьдесят три полчаса на работу ну круто если с учетом нормальной рабочей недели 45 на 73 это в принципе нормально да в полтора раза считаешь у тебя у меня просто практически каждый день где-то 10 часов плюс получался нормально я конечно был убит я старался восстановиться последние два дня ну ой блин сегодня не знаю опять обратно туда тащиться я я собирался бросить это ты карния не уверен я реально не уверен хлеб вкусно да 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 хлеб вкусный женька сказал что мне нужен macbook pro особенно когда ты оттуда эти самые обрезки пирожных таскаешь а вообще сидят и вообще хорошо т.е.ш. они там еще сделать оптичка просто я постоянно забываю либо либо забывали бы там пиво спела не идет а потом опять работа как бы хочется но не до этого совершенно не до этого веселая веселая неделя вышла отдохнул два дня в при этом выпивши хорошая колесе пиво поэтому поэтому вчера мы и записались потому что но и не знаю насчет виктора но я был не в состоянии стояния я был в состоянии лежания сидений или еще что-то в этом духе но не как настояние все-таки новый год был пиво было рождество но вот что только будет а здесь канаде удивительно я помню в первый год когда мы приехали первое рождество местное мы конечно в шоке были но самый шок был когда 20 здесь 25 рождество отдача для канадцев уже как бы такое подготовка к рабочему времени сейчас то есть новый год здесь не мало кто празднует по-настоящему нет такого гуляния как у нас вот у них рождество как у нас новый год примерно папа по своей значимости на несколько дней так прорывается все и мы выходим прогуляться на улицу 27 или 28 числа и лежит выброшенная елка у нас такой шок что просто как как елку можно выбросить перед новым годом ничего человека отпраздновал рождество елка больше не нужно воды и выбросил это был конечно разрыв шаблона просто такой треснула здесь же правда 25 все это дело на самый праздник 25 так что как бы рождество отпраздновать это же я сегодня по улице шел типа тоже бутылки магазин не думал что магазин открыт облом был даже бутылки момент типа а да начать праздновал вчера да 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 я вижу ящик да замечали все все такие смотрят такие вот да у тебя классно хорошо отпраздновал просто ждет как бы люди реагируют на то что а буклой и и беда о рождество вчера было чувак здесь знаешь какие-то люди участливые я вот заметил что в том в том же лифте зайдешь и люди тебе такие за за то время пока лифты едет 7 там 10 этажей те люди могут что-нибудь рассказал успеть рассказать какой-то такой и ты вот идешь погружен свои мысли а тут раз тебя кто-то загрузил ты выходишь с другими мыслями как бы чем не рассказала чем он вообще вот чуть-чуть я помню это спускался стираться надо было нет блин соседи тебе расскажут о своей жизни я бы я был футболки у меня это у меня есть футболка ролан гарос но вместе одновременно с этими с шортами теннисными как-то так получилось что купил теннисный набор но не для того чтобы заниматься просто мне было реально удобно ездить на велосипеде и бегать нет и чё я зашел чувак такой орлан гарроса титка за кого из теннисистов болеешь кого-то смотришь и так сразу мне мысли так а я шел что-то думал такой свое переключился куда я вообще гранит самый в теннисе не разбираюсь просто футболку купил удобная она такая то у нее текстура интересно что вот не впитывает но при этом не так прохладный так хорошо летом это просто сказочно а чё он рассказал обра через некоторое время обратно едут захожу какая-то женщина заходит такая так как принюхлась такая отличный аромат это чё тебя за этот самый за парфюм используешь я такой я забыл но по-моему это что-то из этих вот то что у нас как он назывался и я одно из слов вспомнил говорю по-моему это вот это такая классно как ушла думаю нормально о чем человек вообще думает классно классно пахнет дурак пошел пошел бы за ней она 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 жила со мной на одном этаже замужем все прочее просто человек ни с того ни сего сказал у тебя классный парфюм здорово замечательно без всяких мыслей мне обидно то что я не видел этих соседок блин против до китаянок до никогда выходите там чирикают мяукают на своем языке я я понимаю что чирикают мягут на обычно когда я сплю или еще что в духе у лифте видел один раз пару раз но я не узнавал почему один раз дали даже со мной сами первые поздоровались что для китаянок это вообще какой-то кошмар чтобы они первые поздоровались я сказал здрасте еще чего-то но тот лифт остановился я не вышлю это было очень облом потому что они когда до меня дошло что это как бы они соседки в смысле пришли от соседок и все такое и эти две милашки и все остальное я начал с ними разговаривать блин мы доехали до первого этажа это и когда волгограде жил у нас девятиэтажка была но лифт ходил только до восьмого вот и а я жил как раз на восьмом и когда значит ну своих уже за сколько там лет пятнадцать вам прожил в этом месте 92 ну да и в принципе своих даже если ты не знаешь кого-то по имени или еще что-то в подъезде все равно знаешь что этот человек там с такого этажа ты его несколько раз видел как минимум и новых людей сразу было видно знаешь а я то метр девяносто косая сажень в плече и все такое заходит где девушка кому-то едет такая ну метр 70 от силы в самом лучшем случае и за ней так она заходит в подъезд и ты за ней успеваешь и она так идет ты идешь за ней она так уже начинает издираться по сторонам за ней шкаф какой-то следует заходит в лифт нажимать на кнопку этого самого спрашивает а вам да какое я так смотрю на него а мне все равно она такая в угол выжимается типа насиловать будете а мне все равно я на последний еду нажимай на любой я все равно такая заеда потом потом говорит я просто говорю на последнем живу такая я никто вспомнился когда заходит это мужчинка так значит метр метр пятьдесят в лифте за ним бабища такая метр восемьдесят ну чё насиловать будешь не что вы будешь будешь мне мне больше понравился ты монахи берегу сказал монашка на тяге презератив на свечку не монахи тачится обратно в монастырь по улице вдруг из кустов выпрыгивает мужик затаскивает и обратно в кусты и насилы такой закончив он такой встает такой смотрит на нее ну и чё ты своей этой начальнейше скажешь когда придешь обратно в монастырь ну как скажу всю правду что меня какой-то мужик на обратном пути в монастырь схватил затащил в кусты изнасиловал дважды если он не сильно устал красный волк поймал красную шапочку типа начинает раздевать он такая с надеждой в голосе что насиловать будешь он такой даже жрать перехотелось анекдоты про насилие вали забирается на работу морюшка есть конечно это утром но блин не заняться но чересчур большой поуты такие любишь глядя на твоих мне они не 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 за это но я у нее компактная но такая подушка безопасности да а там просто значит просто такая не 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 прорезанная блин часть тут такое блин да и наволочку не надеюсь что со мной видно на ужас нет я бы не прошел она на лицо страшную было так себе там другая блин аня это торт туши и постоянно достаю на аня а что здесь делает но варене я даю достаю постоянно постоянно периодически типа ажу здесь сделал и она на полу русскую на полу пользу на счет пытаясь объяснить я на не издеваясь просто пипец тролль 90 уровня пришел это ужас я надеюсь издеваясь самый большой прикол то что она по-английски неплохо говорит но фокус тоже каждый раз я начинаю с ней говорить по-русски и она пытается на своем полу польском поле пол хреново знаю пытается объяснить потом где-то в середине до до нее доходит и она украинский спроси следующий раз где-то посередине до нее доходишь в принципе по английски говорю нормально к чему она в принципе не привыкшая в этой польской пекарне и она начинает мне по-английски объяснять проблема не только польской пекарни люками попалась попалась компания вот эти все наемные работники поле это английский оттаз я пришел работать в канадскую компанию я уже наполовину индусский выучил твою мать я ушел оттуда и она знаешь как бы непривыкшая я полин да ты это ты пальцам по-английски говорит ля 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 по-английски объяснила окей без проблем через пол полчаса опять спрашивать опять что-то ля 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 по-русски она начинает пытается объяснить там еще чего ты и я прикидываю что якобы я ну это английский переспрашивать не понимаю не я ел по-русски переспрашиваю по-русски почти что похоже граммартруль это похоже чем-то чета похоже она она слышит что якобы ну как по-славянски чё-то что-то в этом духе она про и слышишь у шума еще на похоже что то что то похоже и она пытается объяснить опять по-польски потом пытается чуть-чуть переключить что-то похоже на украинский и потом доходишь что блин твою мать козел более козел ты по-английски блин поймать и знаешь она переключаясь на английский он сразу бы так сказал мы не выслушали начальника транспортного цеха вот именно я у меня спрашиваю по-русски она долго там теребится перевезать по-английски отвечать сразу бы так и сказала мне тоже в этом нравилось указали в этом работал название компании там очень много те а арабы индусы и прочие такие народы которые вот по-английски но самый такой минимум для проживания начинает что-то говорить и некоторые слова подразумевает двойную трактовку сейчас переспрашивать ты вот это вот имеешь ввиду подбираю вот это слово слова неправильно подбирает ты вот про это сейчас не не вот это вот это а так вот здесь вот так вот не 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 здесь вот так вот погоди погоди ты вот это вот имеешь ввиду нет нет вот это да так бы сразу сказал . да не 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 на таких работах тролли людей конечно это это весело причем я я как бы ну я как бы тролли но с другой стороны я подлизываюсь там ну как бы там в пекарне утром то работают все кондитеры там один чувак и все остальные девушки причем этот чувак такой не за скажем так он пухленький веселый и и он меня любят я не знаю но и он такой а мой друг камрад все такое типа идти тебе тут да да тебе тут . отрезать кусочек периодически отрезать слайсами нарезать ли они писал завернуть не на нас а профессиональный служит еще раз когда иногда в компанию приходили русские из агентства обслуживала как раз русского русской агентства поэтому достаточно регулярно приходили русские а у меня в принципе английский не самый лучший но при этом я как бы от русского акцента достаточно сильно избавился игры так май 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 name из игр а из то ворки на рашн мафия вот они сразу не понимают что я тоже русский потом раз что-то начинает по русски говорить говорят говорят потом пытаются мне по-английски что-то объяснить это да груда и дальше по-английски блять тоже сразу не сказал дачу он не просела я спросил я не сказал пытается что-то пистит английском три слова связывает уже спрямую очень неопределен в артике бля у кого вопросы мне непонятно в предложении кто последний за пивом где ставить неопределенный артикль бля и ставить неопределенный артикль бля кто последний за пивом бля бля можно ставить где угодно ладно иди налей еще так и а да примерно мне еще часок а потом на работу ох да а потом я надеюсь если не уснул по дороге на работа если идти пешком то то мне надо выходить сейчас потому что это надо идти на другой конец виндзора и я не думаю что я за час до другого конца виндзора дойду это это всего лишь 12 километров чего так что не знаю посмотрим мы смотрим а пока что надо записать подкастом все такое но там ладно она у меня где-то двадцатку придется заплатить за проезд а что значит с их рождеством ну как наше рождество седьмого а это их рождество то есть наше рождество их рождество мама ну как это рождение христа просто по календарю в разных числах а так это один и тот же праздник о чем ты говоришь вот это их рождество это наше рождество это два раза ты не понимаешь по старому календарю это будет седьмого числа в смысле с 6 на 7 до по новому календарю это с 24 по 25 но это их рождество это наше рождество да потому что наши города рождество католики празднует 24 по 25 а православные типа греки и россияне празднуют шестого на седьмое так что ну я не уверен я не знаю вначале следующего года думал может падать на паспорт смотрю как долго не займет паспорт может доплачу это самое быстрее паспорт тела может купать и на седьмой поеду круто надо все таки как бы или феврале я думаю вообще будет подзывами начале февраля было бы замечательно потому что все таки как бы те рождение все такое хотя нет значит значит батя у меня ну не у меня не пошлет но он как бы скажет ой у меня как раз денег нету не волнуйтесь я с собой бузырь привез два на свою 15-летнюю сестру напою до 15 лет уже можно это пить они пить еще нельзя до 21 пить нельзя вот его вот его по крайней мере скажем так все мои сестры прикольных аудио по поводу сестер это проблема я думаю что у меня была сестра примерно возраст меня под не спугнула и они 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 веселые они классные с ними поболтать от против веса пипец с ними болтать а уже просторгашу станешь шо 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 с александр и болееj ящик болтать и начиная да блин как ты помнишь предо школе то ля 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 начинается мы так посмотреть времена да посылай всех на хутор бабочек ловить еще чего то Неделю спустя Блин, спасибо Ты мне так помог Короче Ну Насколько я понимаю Мелкая Тобеж ей час пятнадцать Во-первых в школу И послал всех на хутор бабочек ловить В смысле Практически всех После чего у нее Очень как репутация поднялась Или еще что-то в этом духе Я не уверен Она мне на фейсбуке Такая пишет О да спасибо Конечно совет Совет я ей дал примерно такой Если бы я был в ее ситуации Я бы послал на хутор Всех ее подруг У меня с этим Большая проблема Я когда смотрю фильмы Начинаются душевные заморочки Вот здесь вот так А здесь такая ситуация Не знаю что делать А этот мозги канифолит И вот там это Да факт Люди вообще думают Да развернулся И пошел отсюда Сказ Иди ты вообще Знаешь как Идите вы все нафиг Оставьте мои нервы в покое Пойду я спокойно Что-нибудь Нет Начинают Заморачиваться О чем-то волноваться Мучиться Переживать На ровном месте О чем люди вообще думают Если они думают Если они думают Это большой вопрос Я всегда мучился этим вопросом Если они думают Приходится Приходит мысль такая Что они не думают Во-первых Я не могу так поступить Он же мой муж Виктор 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 А Ты мужик или баба Не хочу быть Сексистом Или еще что-то В духе Но Ты мужик или баба Если ты мужик То какого Это тебя Смотря с какой целью Вы интересуетесь Кто он Как бы Что это тебя волнует Потому что Все эти вопросы Должны мимо тебя Пролетать Примерно так же Как фанера над Парижем Мужики тоже Разные бывают И я так понял Что я это Ближе туда Все-таки К альфовости Меня Меня такие вопросы Просто не интересуют Знаешь Просто Нафиг Душевно переживайте За кого-то Там еще что-то Абсолютно Это не твое дело Пошли они все Нахрен Посылай всех Чуть не дальше Лучше Вот И Не знаю Я долго Над этим думал Потом пришел Что я сижу на коне Все остальные Пидорасы Вот мы с тобой Вдвоем на конях А кругом Одни Пидорасы Я вот Д'Артаньян А я Армис Блин А все Пидорасы Портос 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 А все Пидорасы Мы с Женей Два Портоса И ты Д'Артаньян А то Портос Портос Д'Артаньян Звучит как это самое Какое-то гейское видео Интересно Если есть Такое гейское видео Стопудово Правило номер Какое-то там Три-четыре Любое название Что ты придумал Уже есть Такое видео Мокрые Женщины С электрогитарами Твою мать Уже есть Такой домен Не-не-не Правило Правило номер Три-четыре Если ты подумал Об этом Об этом Есть поры Да Мне нравится Это Правило номер Шестьдесят три Больше У любого персонажа Есть Персонаж Противоположного Пола Который Как бы Представляет Этого же Персонажа Какие-нибудь Известные личности Но там В виде мужика Или в виде женщины Это более Как бы оригинально Порно Понятно А любую мысль О, я подумал О карпиче Наверное Про это тоже Есть порно По-английски Это звучит Очень классно If you talk about it There is porn about it Ну да По-английски Она звучит Очень классно Английский Мне английский Очень нравится Потому что Он такой язык Очень хитро Он Он простой Он Во-первых Он более компактный Чем русский Даже если Если вы Глянете в любую Программу Компьютерную На английском языке Сохранить Safe Распечатать Принт Сохранить Как Safe И практически Любой термин Куда не ткнешь Английский термин Всегда короче И при этом Английский Более предсказуемый Я очень часто Сталкиваюсь с тем Что я не знаю Какого-то Словосочетания Я его Делаю на ходу Собираю И потом оказывается Что оно так уже есть То есть я уже Настолько привык К этим вот Сочетаниям Зачастую Ты не зная Что это конкретно Но можешь Составить его Из составляющих И это скорее всего Будет именно так Ну кроме слов Исключений Которых на самом деле В английском Не так уж и много И все Вот эта вот Вот эта вот Предсказуемость языка В отличие от русского Например Меня Очень Как бы Привлекает И радует Ну Английский На самом деле Он сравнительно легкий Он наверное Один из самых легких языков Ну нет Фактически Прочи наверное Только французский Итальянский Итальянский Ну в принципе Они все Романы германские Это Из-за кого Ну Ну да Я имею Ну сравнимо Но итальянский Вообще По-моему Я Я Я по слухам Оммммм А это Виталии По сравнению По слухам И так далее Я смотрел Итальянский Это просто говно Просто итальянский Ну там Блин Эти все Краш-видео На дорогах Записанные С этого Дэш Дэш-камеры Которая Дэш-борд-камера И это Какой-то как раз Итальянец Видел Эту самую Аварию Он такой О, мама-мия Он именно Знаешь Итальянец О, ля Чуть его-то там Ля-ля-ля-ля-ля-ля О, мама-мия Ля-ля-ля-ля-ля-ля И там Господи Иисус Прикольных Служит Атас Главное Ты понял Все Он сказал По-итальянски А ты все Понял Вот это Вообще Удивительно Это русское Воспитание Потому что Только в России Вы будете Воспитаны Понимать Французский Английский Итальянский Немецкий Английский Французский Кстати Часть слов Да У нас Когда У нас Петр Петр Первый Завез Немцев У нас Получилось Что Очень Многие Немногие Марше 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 Наплю Перчатку Плюнул И опять Марше Просто У нас Когда Петр Первый Завез Немцев У нас В язык Вошло Часть Слов Часть Язоковых Конструкций У нас Есть Я Когда Немецкий Учил Я заметил У нас Есть Некоторые Язоковые Конструкции Которые Прямо калька с немецкого Чего-то Само для того, чтобы пошел Что-то делать Это Характерное немецкое выражение Потом немцев Прогнали, завезли французов У нас Заимствовали много французских Слов, там тоже жалюзи Там дежурный На вскидку два слова Минимум вспомнил, я думаю еще может десяток Вспомнить, если просто посидеть, подумать Потом В последнее время, как вот Союз распался, перед этим лет за 15 Началась мода на английский Поэтому у нас есть слова Из немецкого, из английского Из французского И каким-то образом к нам протесались Когда мы, наверное, скопирастили АвтоВАЗ С Инфиата Мы же завезли их Специалистов, чтобы они подняли Заводы И покатилась мода на итальянские фильмы Музыку и прочее Но вообще итальянцы очень... В смысле АвтоВАЗ Ладно, да Итальянцы большие молодцы Потому что в любое место, куда ни ткни Есть определенный период, когда итальянцы задавали там моду Музыка Далеко ходить не надо Опера Итальянская попса Архитектура Кулинария Пицца Какой дурак не знает пиццу, да? Ам, окей В любом месте итальянцы где-то что-то нарисовать Причем страна Вот размером с этот самый На карте вот можно закрыть Италию Просто одним пальцем Размером вот действительно пальцем можно закрыть Красавцы, красавцы Вот это вот И причем у них же не было А японцы? Знаешь, допустим Те же португальцы, испанцы Они основали где-то колонии Отправили свои войска Еще что-то Там Британия вообще полмира заимела Потом от нее там отделилась Там всякая Америка и прочее Франция тоже Отправили там Пол-Африки под Францией лежала Итальянцы Вот такая малюсенькая страна Но их мафия расползлась потом Половина Америки под итальянской мафией Там итальянская мафия У нас в Канаде итальянская мафия Don't touch Boston, man Don't you touch Boston Don't you dare Don't you shut up Boston, man Красавцы Респект таким парням Не, не, не Реально В Бостоне у них, конечно, сам Ну, по-итальянски это Boston И как все Все в Бостоне говорят Boston Boston Не, а не Boston Потому что Boston Молодцы Кстати, недавно Это вот именно отражение Итальянской культуры Потому что все в Бостоне Бастны 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 Недавно Недавно столкнулся со статьей Там какой-то профессор То ли из Калифорнийского университета То ли где-то Беркли Может быть из Беркли Может еще где-то Он привел Он привел такую большую статью По поводу того, что сейчас В Америке В передовых университетах Очень выгодно учить русский язык С кого? С кого? Я Вот он обосновывает С какого именно Потому что Во-первых Русские При всем При том Как бы Россию там Опускает И все прочее Это одна из супердержав Которые В принципе При всем При всей той ситуации Сейчас Они Уже практически Там догнали Все эти Америки И прочее С ней приходится считаться Во-первых Очень большая территория Во-вторых Там типа Ядерные силы И прочее В-третьих Куда ни ткни В какую науку Везде есть русские Возьмем Америку Передавайте сами А вертолеты Сикорский Бывший русский В любое направление Ткни Там Стопудово Процентов 30 Русские Выходцы Которые Утечка мозгов Постоянно из России Поставка мозгов Во все страны Ну это В бизнесах Впрочем Короче Выдержка Советского Союза Если так Если ты меня спросишь Но я Я тоже слышал Многое Что Текущее Образование Очень сильно Страдает Очень сильно Страдает Камон Камон Ну скажем так Я бы не хотел Попасть в руки Сейчас Молодого Российского Врача Свежего Выпускника Медицинской Академии Или еще чего Хотя Когда меня Последний раз Оперировали Ну Оперировали Я имею ввиду Там Орезали палец Там Буквально Знаешь Паша Мне делал Он Был В принципе По-моему По-моему Чуть Моложе Меня Компетентный Он Он Мне так Хорошо Порезал Очередной Все будет Ну третий Буквально Буквально Этот Этот Встает Этот Уборщик А его Взяли Типа Ну Хотя бы Просто Компанию Дополнил А он Говорит Вот здесь Вот Такой Такой Ответ На физическую Какую-то Формулу Какой-то Ты Смотанный Ты Чего Это Он Говорит Это Я Здесь Уборщик А Там Я Был Профессор В Каком-то Университете Еще Что-то Просто Типа Смотался В Америку И Меня Только Уборщиком Не Могут Взять Да Ну Ты Ты Сам Ты Где Работал Ну Как В Университете Ну Вот Нормально Ты У Университете У У У Уборщиком Будешь Работать У У Опыт Работать В Университете Есть Значит Можешь Работать Уборщиком Да Ужас Я Я Думаю На самом деле В следующем Семестре Пойти Все-таки В Универ Пошиваться В Вод Я Не Записан Я Думаю Я Пошиваюсь А Можно Прийти Сказать Я Хочу Допустим За Минимум Оплаты Ходить В Вашу Библиотеку Ты можешь Библиотеку Бесплатно Ходить Они Студенческие Айди Будут Требовать Где Библиотеке Карту Которую Тебе Дадут Только Если У тебя Есть Айди Ну Да Ты Ну Ладно Окей Научи Меня Как Можешь Ходить Бесплатную Библиотеку Заходишь Читаешь Выходишь А Только В читальном Зале А книги Брать Не Получится Если Хочешь Брать Книги Сделай Себе Айди А так В остальном Твою Мать Че Слово Я знаю Одного Мужчину Его Лет Под 60 И он Я с ним Несколько Раз Болтал Он Просто Библиотеке Сидел За Компьютером Потому Что Ничего Было Он Сидел За Компьютером Те Как С Нем Заполдали Ладно Я пойду Сходил Пару Книг Все Такое Там Вышел Кому Подобно Проблем Никаких Особ Небал Если Шон Товно В последнее Время Такое Неудержимое Желание Пойти Почитать Обратно Книги По Не знаю Тому Жем От Анализу По Как Называется Комплексные Переменные Ну Функциональный Анализ Теория Вероятности Но Просто Я знаю Что Все Эти Книги Можно Найти Стопудово В Этой Библиотеке Да Буквально Две Минуты От Дома Ну Не Две Восемь Минут Ходьбы Восемь Кому Ну Восемь Ну Серьезно Здесь Километр Ходьбы Серьезно Угу Я всегда думал Что где там Метра 500 Ну 500 600 Метров Это Все равно Ну Если Не Бежать То Минут Восемь Ходьбы Ну Смотри Человек Проходит В среднем 4-5 Километров За Час Угу То Есть Если 5 Километров Делим На Час Час На 5 Это 12 Минут Километр Правильно То есть Полкилометра Это Будет 6 Минут Спокойным Шагом А Если Здесь 600 Метров То Это Будет 8 Минут Спокойной Ходьбы А Если Ты Будешь На Светофоре Задерживаться Ну Ты Не Будешь А Я Буду Ого Вот В Эм Разница То Что Я Никогда Не Останавливаюсь На Всякие Красные Цвета Красный Зеленый Мне По Барабану Красный Цвет Не Останавливается Я Цвету Анимал Блин Я Такой Перехожу Через Дорогу Им Вроде Зеленый А мне Красный Я Стою Смотрю На Тебе Не Россия Нам Будь Сбили На Твой Зеленый Свет И Сказали А Че Ничего Не Знаем Валялся В России Я Сам Был Хотя Последний Раз Когда Я Там Был Пару Лет Назад Меня Очень Удивило Я Подошел Пешеходному Переходу Машины Остановились В России Меня Пропускают На Пешеходном Переходе Если Так Если Серьезно Если Я В России Оставался То Я Я Сам Всех Там На Светофоре Сшибал Сбей Меня Сейчас Я Собью Сам Дожди Вот И Попробуем Я Задавис У Кабля Одно Проходишь Так Ну Вроде Тебе Красный Вроде Зеленый Так Идешь Типа Ладно Человек Давай Быстрее Давай Пахнешь Типа Рукой Давай Проезжай Потому Что Мне Надо Ити Не Проезжай А чаще Сего Просто Тормозят На А здесь Даже Если Ты Пытаешься Пропустить Машину Он Скорее Всего Становится И Будет Ждать Пока Ты Перейдешь Потому Что Есть Идиоты Которые Все Равно Потом Бросают Охрен Знать Да Именно Он Будет Неправ Охрен Охрен Ты Стоишь На Дороге Ты Ты Педестрин Если Педестрин 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 Да Всегда Прав Пешеход Всегда Прав Если Вы На Машине Вы У вас Есть Право Пути И У Него Нет Права Пути Но Все Равно На Вашей Дороге Вы Обязаны Остановиться Хотите Вы Даже Если Вы Узбили На Его Красный Свет Это Неважно Вы Не Прав А Девочка Просто Так Нравится Джинкс Напоминает Мою Бабушка Который Сдел Хернем Ну Ты Зачем Это Сделал Я Хотела Как Лучше Ничего Ничего Мне бы Такую Подробную Мне бы Такую Подробную Найти Вольна На голову Это Главное Как Бы Потому Что Найти Я Я Убила Найти 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 Один Продолжение Продолжение скал до конь play даже такой и просто такой персонаж ох ох конечно рень по сравнению с некоторыми там да есть посильнее герои да и спутили герои но по она такая она такая няшка но такая не это это напоминает старую историю почему ты всегда играешь женскими персонажами моего играх потому что когда ты бегаешь и смотришь на чью-то задницу желательно желательно хорошо сказал как бы иногда у тебя нет выбора мне в варкрафте нравились дрянь ашки и эти гномки дрянь ашки сами по себе у них такие черты задница типа черных девочек но у нее у них больше формы лица симпатичные конечно и голос голос и акцент у них замечательная у них то ли французский то ли слегка немецкий а у гномок такой голос просто в этот как как расскажешь анекдоты так и рэкса поднялась блин вот такой женский голос гномик это педофил а зоопедофил а дрыняшки у тебя джагл февр понятно ну знаешь у них такая занятия примерно с хвостом у него просто нету но задницу не похоже копытца а ты купи хвост анальную пробку с хвостом и . точно будет лошадка точно мой долл пони надо не сделать рейнбоу дашь блин а потом выебать ее просто тапочки форме копытца и это хвост с анальной пробкой я на это посмотрел не намного но если ты не сделаешь рэнбоу дэш я готов заплатить ты принимаешь визу конечно как имел гимн лэптоп это считать что абонентская самая плата на полгода выше классно чё ты не понимаешь это просто не знаю как у меня высший класс шоу не анальная пробка не подойдет с хвостом куда живет так либо так куда она же анальная пробка назвали самоочевидно не куда я ее там еще остаются места это уже не интересно это уже мы и здесь подкаст плавно переходит подкаст два пальца мне нравится картинка есть одна очень известная картинка там стоят две девушки они такие у них меховые ушки потом еще по-моему типа копытца какие-то я одна стоит такая типа изображает такой шок легкий а вторая держит как раз этот хвост с анальной пробкой типа давайте воткнем а первая стоит такая типа такая картинка ее можно найти на этом сам на люрк море она есть по моему статье не помню какая зафилия что ли так люрк море то люрк море то до т.о. не по-русски набери за да это конечно люрк море набери люрк море до т.о. но и потом че слышь и по-русски зафилия зоофилия вот на зоофилия люрк море давай давай сейчас проверим вот это тоже забавно видео не видел нет не очень давно не ниже 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 или какой-то другой статьи нет 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 у девочка если у меня были такие шары дальше 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 нет значит какая-то другая была статья король не настоящая как же тогда попробует фури 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 вот это вот это да короче люрк море . т.о. слэш фури ну смотришь классно же классно супер просто ммм какие картинки во 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 вот такой хвост купи своей подруге кстати интересно пробка с хвостовую такой пушистый хвост и еще где-то видел картинку но уже точно не вспомню но хвост не такой белый пушистый а рыжий типа фаерфокс и девушка в рыжих мехах и с таким хвостом смотрится от ас классно иногда конечно было бы забавно посмотреть на девушек если бы они были слегка кошачьей породы легкая шерстка хвост да такой такой черный хвостик его воткнуть и ушки как няня няня будет так и стоит такая так не говори постоянно и с хвостом доход затрате вот как раз понимаешь в чем прикол так подожди сейчас секундочку сохранить отослать так gmail где жмел так где-то мою жмел принят пароль спрошу как у меня порой да простой 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 он нас покидает а в туалетном помещении не честно слов не вру а я тоже возьму небольшой перерыв секундочку пауза реклама и так после небольшого перерыва после небольшого перерыва и глазами моргнули надеюсь вы не моргали вы ведь не моргали правильно да ну что самое время перейти к комментариям у нас там есть их несколько штук мне нравятся наши подкасты потому что у нас каждый раз минимум 120 комментариев точно оставляют у меня буквально осталось 15 минут мы сейчас по берегу можно обсудить давай просто все проскаролируем потихоньку там есть несколько замечаний можем сказать о чем судить а да только обсуждали и все в этот раз нам не прислали обсудить но там тем не менее есть ряд забавных комментариев я несу возмездие во имя луны как бы прокололся программистка индивидуалка выезд апартаменты классика реверс инжиниринг глубокий кодинг без т.з. звони есть подружка бизнес аналитик у меня было две знакомых женщины программистки и ты знаешь я бы наверно с обеими с радостью связал свою жизнь ну ладно давай перейдем к комментариям давай не будем а комментариев на этот раз было мало да всего 120 хи 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 ну даже за 200 не завалил первый фильм спектрум рекомендую ведущим и комментаторам смотреть вот это кино про то как два старпера я думал стартапера устраиваются на работу в гугл там даже сергей бринас снялся на этот этот самый по русской кадры а по английски он назывался я не понял как он назывался по английски интернет да кадры он назывался действительно продакт плейсмент гугла на сто сорок шесть процентов пишет снайпер стрипкод хороший фильм мне вообще нравятся фильмы про мотивацию мне кажется сто шестьдесят восемь процентов если так но вообще да там на двести восемь я бы сказал взяли боба да уже обсуждали этот фильм в комментариях ну в принципе я не помню но по моему да нам уже ссылку кидали но до этого я не смотрел я смотрел понравилось рекомендуешь на пол раза посмотреть окей да и мне вот этот вот оливер по-моему он оливер мне не тот ни другой актер не нравится вот тот что постарше еще как-то для меня приемлем но этот молодой который я его терпеть не могу вот он и есть еще один актер сейчас как-то его он с таким по моему греческим именем он вечно такой бородой и такой толстенький слегка слегка толстенький он в этом hangover который мальчишник по-русски помнишь вот этот такой с бородой чувак зелепопис какой-то там или не знаю зелепопис какой-то там не помнишь нет он меня бесит просто не могу я а тот который в наушниках сидел в этом фильме он в наушниках сидел я несколько фильмов недавно посмотрел и он попался в двух из этих фильмов и просто вот вымораживает он вечно у него никакой актерской игры вот он такой я такой заебись толстяк смешной смотрите на меня и смейтесь никакой актерской игры вот абсолютно никакой зачем его форсировать я вообще не понимаю ну ладно пойдем что-нибудь интересное посмотрим спектрум при партеиде в юар процветало у них даже своя космическая программа и ядерное вооружение были уровень жизни белых буров был самый высокий в мире даже черные жили лучше чем сейчас фотография йоханнесбург 70-го года так что мандела очень неозначна личность да мандела да он свои двадцать сколько там лет отсидел именно за то что он бомбы подбрасывал а не за то что он был политический заключенный так боба по поводу заставки но это лось вернется он вам всем пропишет игорек майкл бейкер был арестован после постинга фотографии в фейсбук и его как он воровал бензин в полицейской машине ну чё премия дарвина угу вот так ой блин это картинка с картоном конечно зачетная такой икс икс пишет или а-а-а-к-с или икс мне в стимбокс ос контроллеры ctr и нравится больше всего контроллера потому что на нем можно в игрульки созданные для мыши и клавиатурой поиграть а почему в альф в вину в линукс пошел вроде tryna H Aldo решил что виндо говно э- да виндо говно но Linux сейчас не представляет гораздо лучше инструменты написание игр правильно все таки для игр но только Опен Джейл он хорош но если как называется инфраструктура нету под венду можно просто взять и написать игру там вижу студии есть который очень много как бы движков написано во первых во вторых там ну естественно вендуский короче если вы пишете все-таки пишите ее под винду но если вы разрабатываете под винду я вам дам один совет вы меня конечно не послушайте но посадите своих девелоперов под винду под linux поставьте им вайн и пускай они напишут игру под винду которая работает под вайном если она работает под вайном она 200 процентов гарантии будет работать под виндой отлично но вы сразу охватите два рынка это это стопудово а я бы сказал не посмотри на blizzard у blizzard все игры работают под вайном просто глиня 10 миллионов юзеров до 10 миллионов юзеров которые каждый месяц отстегивать 15 баксов замечательно когда ты доберешься хотя бы до двух миллионов тогда ты подумаешь про линуксовый возможно нет аж до этого пошли тут нет тут дело вот какое я не говорю перебросайте все и пишите под linux я говорю пишите под винду так чтобы оно работало под линуксом под вайном если ты напишешь под вайн программу значит ее напишешь скажем так без использования грязных хаков и прочего почему почему игры под вайном не работают потому что очень многие используют недокументированные функции которые в винде работают а в вайне их еще не сделали поэтому пиши под вайн если под вайном работает значит да тебе достаточно ipi и всего прочего чтобы работала под винду стопудово все будет зашибись если все тебя в работе под вайном а сколько хакер достаточное количество но если игры будут запускаться легко под линуксом это значит они легко запустятся под симосом в ближайшем будущем появится хорошая приставка они пойдут под линуксом и люди из под линуксом тоже будут платить и она будет стопудово работать под виндой ты ничего не теряешь ну кроме того что ты несколько несколько часов больше потрачешь на написание более прямого кода никто не никто то есть прислал нам картинку с котом картина картинка просто очуметь мне очень нравится тебе как вот конечно зачетный если же не не будет может стоит гостей из послушателей пригласить это наверно про сегодняшний подкаст мы смотрели но тебя не было скайпе честно говоря я бы с удовольствием с тобой поболтал даже прямом эфире все остальное но возможно мы запишем новогодний выпуск когда же не придет у нас будет не очередной новогодний выпуск он сказал что я вернется до нового года во первых я козел потому что вчера пропустил да ладно было во вторых мне сеть на работу смысле как мне на работу надо идти буквально через пять минут я я пойду на работу так что не знаю как это все дело закончено когда это все дело пропустится и тому подобное вот но мне через пять минут надо топать на работу я бы с удовольствием все это дело посвятил и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля но мне мне сейчас вот вот реально не до этого учитывая то что я полчаса про мучился типа вспоминая а где его настроить и почему это на windows и отказ не 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 транслирует пиратскую версии все остальное блин нет транслирует он нормальную версию вот уж и записывают получается пиратской версии не я не то что у меня нет рассказал каста не был каста не и почему зачем я не в курсе но в общем вполне возможно мы запишем новогодний выпуск и если есть желающие бросайте нам срочно комментарии мы вас всех пригласим в новогоднюю ночь но да а еще я я бы сказал кто хочет на выходные ну давайте пишите я не против поболтать с людьми но стрип-код ходорковского помиловали ходорковский покинул россию есть крутая шутка по поводу этого перед олимпиадой вернее чем отличается олимпиада 80-го года от текущей олимпиады олимпиада 80-го года мишу выпустили после олимпиады ха-ха но сейчас мишу выпустили до олимпиады а восьмидесятом году мишу отпустили после олимпиады ля-ля-ля-ля-ля как бы прислал крутейший мод компьютера я тоже подорочил три раза скрывать не буду я переделом три раза на эту картинку потому что просто ну мне кажется не очень юзабл но выглядит это просто шикарно да вот к бы опять же квадратных трех член математика отлично развивает больное воображение до квадратный трех член я тоже долго прикалывался в школе вот к б про программисты индивидуалку стороны смотри если они должны выгибаться ну не у всех изгибается так как вот некто то есть нам прислал историю про олимпийский огонь была бы неполной без таких статей 25 фотографии олимпийского огня передаваемый из рук в руки доказывающие что русский ну просто полные как бдс правильно перевести не то чтобы засранцы но просто нарис засранцы но в хорошем смысле слова никогда что этот человек говно вот именно засранец когда он вам дал пинка под жопу выиграете от блин засранец вот это вот как раз этот самый и снайпер почему охуенно означает клёвый но хуёвый значит плохой статьи ссылка на стэк стак экшчендж по поводу русского языка реально интересно мне понравился там один комментарий потому что когда типа же женский половой орган делает приятно а член делает неприятно и ему сразу комментарии прислали если ваш член делает вашему партнеру неприятно значит что делать неправильно своим членом канадские ученые при помощи водки передали смс сообщения ну короче они поставили водку распыляли ее пересылали вернее распыляли и при помощи вентилятора и здесь стоял передатчик а там стоял приемник и вот это именно посылай как так хитро водку они передали сам текст сообщения при помощи водки но я не знаю наверно очень это популярно будет знаешь так хлопай стакан водки так а чувак сидит такой чувак я тебя тоже люблю да у нас давно это было уже да у нас алкаши треть третьим будешь всегда понимали опять к б 6 человек утонула пытаясь спасти цыпленка упавшего в колодец в каире в египте но ура минус 6 арабов мы в общем то не против к б маленький мальчик целует икону юсифа сталина к б картинку снайпер как быстро и безошибочно отличить санта клауса деда мороза замечательный комикс у русского деда мороза есть этот самый видеорегистратор на санях снайпер гендальф юшел над пес очень забавное видео мы поржали тут с вами гендальфу ставдающий трамвай конечно зачет стрипку стальные меня когда трамвай сбивал я конечно это тоже блин ощущение полные штаны стрипкод то есть как тебе такая мы тут с вами пообсуждали задница у девушки зачетная просто вот на все 10 баллов из пяти на мой взгляд сиськи показались слишком ненатуральными то ли полные силикона то ли просто как будто чужие пришили еще не начал следующая девушка тоже симпатичная но у нее попроще не сиськи поменьше поэтому мне кажется более натуральными причем девушка лицом похоже на сашу грей потом следующее от стрипкода где там точной европы на этом не восточной европы вот это задница просто и икона всех задниц следующая девушка ужасный кости и на них резьба по кости скелет навешанные мышцы девушка лицо лицо мил но последний который лицо милая одежда кости мышцы и одежда вот ужасно как-то девушь женщина девушка она должна быть изящной и женственной и прочее вот эти мышцы я понимаю сейчас вся эта модно феминизм то что женщины равны мужчинам а раз мужики таскают штанги и женщин должны качать свои пицухи и триперцы и грудные мышцы это ужас это это не женщина я никогда с такой не свяжусь ну разве что пару раз для экзотики как мы с вами уже отмечали да ты вот это женщина качок нашел как шварценеггер только женским лицом ты бы сколько раз смог два раза три да она тебя так свернула в этот клубок и отдела бы стропом 40 сантиметров и овладела бы тобой а сколько раз надо сосать для того чтобы тебя стропоном отладить ваня уже торгуется мы все про него знаем вот комментарии на этом закончились присылайте нам новые присылайте нам свои пожелания в смысле если кто-то хочет записаться на новогодний подкаст а мы наверняка примут в ночь новогоднюю запишемся скорее всего потому что жене сказал что вернется у нас планов особых нету так что запишем новогодний внеочередной подкаст причем он будет с круглой цифрой мы сейчас пишем какой 200 379 будет 380 так что весело присылайте ваши пожелания ну чё ваня последнее слово в смысле крайнее слово в смысле что-нибудь на дорожку а то звучит как это последнее слово виски виски и оу я виски виски это североамериканский три североамериканский нет ты знаешь в америке больше мне кажется распространен бурбон это в принципе тот же виски но сделанный по моему на кукурузе но бурбон он более коварный я помню это приехал друзьям а у них сосед он этот он канадец но он почему-то любил именно бурбон после двух стаканов бурбона с кока-колой вернее с пепси колой он делал такой коварный напиток улетаешь просто вот внезапно без всяких предупреждений хлоп и ты уже этот дохлый с висок почему так не уходишь с висок ты понимаешь что ты пьешь алкогольный напиток и вроде как это ты понимаешь что ты набираешься с бурбоном с кока-колой с пепси колой получилось так о пепси кола стаканчик о пепси кола стаканчик о пепси кола стаканчик а я почему я встать не могу меня ноги подкашиваются ну короче виски от вани и бурбон от меня пишите ваши пожелания всем хорошей недели не не пейте сильно много и веселитесь пока лучше чем предыдущий завтра будет лучше вчера еще 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 два дня три дня и мы почти попали в этот в тайм-интервал знаешь как у нас получился подкаст сейчас я и я почти нажал стоп я почти нажал стоп я почти нажал стоп и у нас получилось два часа ровно осталось три секунды осталось две секунды все пока